здравствуйте дорогие друзья пишу это видео для участников школы как вы заметили я ну вернее вы ничего не заметили это я вам говорю что когда человек выполняет домашнее задание я стараюсь его направить и стараюсь это делать постоянно в данном случае сейчас мы перейдем я специально подкрывал вкладки вот мне понадобилось минут десять в данном случае михаил разбирался как вывести поля money to money то есть многие ко многим когда можно грубо говоря для новичков чтобы объяснить например если у нас есть одна деталь то она может иметь отношение к одной машине ко второй и к третьей то есть многие ко многим да допустим если это масло dot или комментарий пользователь может попроще объяснить вот это если взять у нас квадратик пользователь тому он может оставить комментарий к записи 1 к записи 2 до записи 3 то есть получается что он имеет отношение к первой второй и третьей записи это и называется многие ко многим да но в данном видео я просто хочу немножко направить правильно михаила в правильном смысле то есть то что михаил и я вижу и другие ребята развиваются правильно и быстро это я вижу но теперь давайте я вам кое-что подскажу и так я дал некоторые советы возможно у вас мелкий шрифт но воспринимаете на слух в конце концов смысл вы поймете в трех простых вещах с чего надо копать дальше да с мани то мани нужно еще раз как досконально разобраться в самом механизме хотя досконально не получится пока нужно время но изначально что происходит в базах очень важно понимать важно обратить внимание на поведение первичного ключа а потом взять на вооружение так как ко всем докам в разных местах есть поправки я говорю про джанга да что тем или иным образом работают отношения многие ко многим так вот в большинстве своем на большинстве своем каждый человек особенно начинающий в джангл он разбирается в самом механизме как это работает а дальше как якобы страшно лезть ребят на самом деле страшного ничего нет вот я написал вам надо заострить внимание вот с моделями пошли да давайте разберем некоторые вещи смотрите вот у нас есть модель 1 модель 2 модель 3 модель 4 ну вот они так выглядят в этом сами модели да но совершенно сейчас не важно да что там где-то посложнее немножко но ребят смотрите понятно что я вижу в школе что учится легко разбираться в полях легко разбираться уже вижу что ребята работают с настройками полей то есть все понятно но теперь думаем так ребят подумайте что объединяет все модели зачем я это говорю сейчас внимательно на прихли слух потому что вам легче будет писать представление вот у нас есть четыре модели что есть общее у всех моделей запомните общее есть это первичный ключ сейчас мы разберем что это такое потому что многие нет и первичный первичный ключ айди и и а еще хотел бы включить но это уже будет чисто на самостоятельную работу такую вещь как сейчас я релатат нейм это вы сами посмотрите уже да смотрите ребят вот что я сейчас говорю что совершенно неважно что у вас записаны в моделях то есть какие там поля форенкей чарфилл слух филл не важно я говорю поля название полей то есть сами определение там мало и текстовое поле связь там многие к одному могут быть разные надо понять что абсолютно все поля создают первичный ключ теперь когда если вы начнется начнете рыться в этом вопросе то есть отличие именно первичного ключа от айди описано довольно по сути дела мутно да мутно если не взять в расчет давайте раз не взять в расчет что это это доки да довольно скудно то есть если не укажите первичный ключ грубо говоря ребят смотрите все банально просто джанга по умолчанию создает первичный ключ что это такое джанга дает команду создать поле айди то есть вы часто будете видеть коле в коде такое пк присвоить значение айди но это совершенно разные вещи первичный ключ давайте возьмем сейчас я хочу чтобы меня услышали может я немножко я не готовился до особо быстро набросал просто сейчас подождите кое-что я смотрите сейчас объясню потом нарисую каждая таблица должна иметь первичный ключ так что каждая модель должна иметь первичный поле первичного ключа теперь смотрите ребят джанга джанга написано что первичный ключ он у нее вообще создается автоматически а теперь смотрите на эту картинку вот мы создали модель да а теперь подумайте у нас есть в модели поля допустим там чарс фил да то есть мало текстовое поле я маленькими написал нам надо идентифицировать это поле то есть джанга что для нас делает джанга для нас проводит индификацию поля создает автоматом поля айди вот само поля айди да оно и есть первичный ключ хотя если мы берем сами записи ребят смотрите вот допустим это у нас там первая запись до вторая третья то есть ну вы считаете что это запись там блога да а сами записи будут иметь совершенно разные номера вот это у нас будет там запись допустим 11 вот это у нас будет запись следующая там говорю 12 да допустим и третья будет запись 13 да но я хочу чтобы вы понимали что при создании модели поля создает себе идентификатор который и в принципе выглядит как айди то есть если вы откроете ой 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 сейчас я постараюсь открыть опять же говорю сейчас маленькие буквы но ловите суть разберетесь потом вот я открыл mys.kl обратите внимание да то есть смотрите что пишет джанга оно создает таблицу айди потому что допустим записи блога блога легко идентифицировать запись первая вторая третья четвертая и легко тогда выбрать правильно мы сейчас не говорим ни о слуг ни о чем но тем не менее джанга указывает смотрите primario то есть первичный айди то есть оно не говорит вот оно говорит что я создала поле первичного ключа под названием айди если бы мы указали допустим сейчас покажу если бы мы указали первичный ключ истина да то мы бы могли а то есть стоп автоматом то есть получается так смотрите айди равно модель аутофилд при маруке истина вот так джанга создает его автоматом то есть этот момент вы уловили да то есть он и оставляете не надо там ничего выдумывать то есть он всегда остается автоматом единственное я хочу чтобы вы сейчас уловили разницу что создание первичного ключа это и есть и идентификация допустим определенного поля модели с базой данных то есть создается таблица айди которая для джанга имеется ввиду для идентификации что это первичный ключ этой таблицы то есть в дальнейшем когда мы будем обращаться к таблице чартфилд через первичный ключ грубо говоря попроще это будет так если мы хотим обратиться к модели допустим там HOME да модель наш называется ну я опять же оба на смотрите что то я не то написал к модели HOME в которой есть поле чартфилд грубо говоря вот это название модели дальше есть определенное поле я взял просто это модель HOME а поле чартфилд которое в принципе называется там допустим там тайтл заголовок тайтл ну у джанга мы писали там тайтл модель чартфилд то джанга обратившись к этой вот модели HOME и когда мы мы бы выбирали указывали смотрите допустим мы бы выбирали тайтл да выбрать то есть по имени модели джанга бы понимала что ага я создала первичный ключ и я никак не перепутаю оно обращается в поле ID а дальше мы если пишем там выбрать все записи то она читает да это ID первую вторую третью или выбрать там 10 записей просто я хочу чтобы вы понимали что первичный ключ первичный ключ это создание самого поля сам процесс создания поля под названием ID а уже поле ID само по себе оно как раз таки и хранит номера тех же записей вот эту разницу надо улавливать хотя зачастую пишут и я пишу так хотя это правильно неправильно пока вопрос спорный что там ПК равно ID в принципе большинство людей считают что первичный ключ и ID это одно и то же хотя как я вам показал разница поэтому ребят я не зря написал Михаилу эти рекомендации возвращаемся к ним давайте с конца наверное я в конце вот написал что бы в этом разобраться я не зря не зря написал разобраться вазах то есть что сохраняет многие как сохраняется первичный ключ мы разобрали как и где сохраняются ID вообще ребят на ID прошу вас обратить огромное внимание почему потому что с ID вы всегда будете на коне то есть любую запись в джанго можно излечь по ID и это будет просто я просто хочу чтоб вы себе сейчас пометили на листике бумаги просто ну как понимаете да напишите вот как здесь написано там primary key почитать достаточно я просто залез да ну чтоб ребят как то направить я набрал там примерно да да следующее джанго ну грубо говоря чем отличается primary key от ID то есть я понял что вы это найдете набирайте конечно на латынице на русском не надо ничего вы там толком не найдете все на латынице да значит смотрите то есть записывайте себе еще подробнее разобраться что такое primary key то есть первичный ключ второе разобраться с ID значит из этого делаем вывод все таки разобраться по выборке ID ребята еще раз говорю разбирайтесь по выборке ID потому что выборка по ID это ваша палочка выручалочка любая запись джанго имеет практически ID если вы его не запрещали но как правило это никто не запрещает никто не то есть любую запись вы можете извлечь по ID да это вот явное указание первичного ключа то что и не приветствуется значит далее я сказал написал Михаилу каким образом ну во первых я похвалил он действительно молодец рост виден непроизвольным глазом значит какие рекомендации я дал Михаилу первая рекомендация ребят открываем именно доки я просто рекомендую в данном случае мы зацепили money to money да поля то есть многие ко многим мало почитать money to money почему то есть надо обязательно разобраться с первичным ключом с ID чтобы понимать что извлекать потому что по всей документации джанго разбросаны сноски а вот в этом моменте так работает money to money а в этом моменте она то сохраняет но чтобы быть готовим к этой более сложной информации надо сначала разобраться в азах поэтому зашли money to money вот джанго представляет модель да вы ее прямо себе вбили в представление здесь есть там публикации статья да и далее проделываем вот эти вот вещи проделываем несколько раз ребят еще раз хочу напомнить ведь я очень четко приучаю людей в школе к командной строке и это довольно сложно зачастую дается хотя в джанго 2 да мы говорим о школе спб-тур да точка ру здесь мы изучаем пайтон джанго но много чего интересного так вот если курс 2018 то здесь я же показывал и джупитер да то есть это командная строка которая может быть комментирована которая выводит много информации но зачем изучать понимаете многие боятся этой командной строки то есть то что у нас называется да питон консоль да многие боятся но на самом деле бояться не надо надо с ней работать и работать сколько ребят работать постоянно потому что сначала будет страшно непонятно сначала у вас будет ощущение да вообще ну делаю я ничего не понимаю это неверно это просто у вас пока малый навык услышите меня написание представлений когда вы дальше продолжите заниматься в командной строке вот как вот здесь написано да и писать представление то со временем у вас в голове начнет всплывать ах вот так я напишу представление то есть по сути дела в командной строке можно вычислить все варианты еще до создания а потом уже понимая да легко просто берем и пишем представление и так цель этого видео я обратил внимание да мы взяли тут просто Михаил работал с money to money многие ко многим но это не так важно даже не не для этого money to money я просто сказал что ребят с моделями думайте всегда о моделях что модели нечто объединяет поэтому вам надо разобраться первичный ключ и айди помните про айди любая запись имеет айди то есть свой номер по которому можно излечь еще один момент я хотел бы сказать начните включить включать свою разработку это такое понятие как related name где-то на курсах я очень подробно это рассказал но грубо говоря грубо говоря это следующее мы видим допустим в данном варианте у нас есть user related name то есть по сути дела как правило допустим как правило где-то попроще пример сейчас секунду сейчас секунду немножко не нахожу сейчас просто уже не буду копаться ну да ладно объясню попроще грубо говоря смотрите обычно так мне надо какой-то некий файл я не буду сейчас писать все представления чтобы потом удалить обычно мы пишем там некое имя перемены равно да то есть там не равно а присвои значения и дальше пишем там модель да моя модель там object то есть так отвлекся но продолжу обычно мы пишем там переменную дальше нашу модель указываем объект то есть программа в джанго которая умеет делать выборку и дальше даем команду то есть используем некий метод допустим выбрать все записи да на самом деле это вот классика но когда мы имеем related name сейчас где-то я нашел пример чтоб уже специально не лазить чтоб вам показать вот эту разницу да потому что я это знаю мне это уже не очень интересно но я вижу что ребята плавают в этих вещах ну я сейчас покажу в письме где-то я вам показал а ну вот может быть маленькая но вы суть уловите понимаете вот смотрите смотрите вот member list да в данном случае где-то я нашел пример это было related name то есть имя в модели по сути дела мы имеем в модели свой менеджер и и обратите внимание мы не используем здесь уже в данном случае там объекты да объекты грубо говоря то что я вам и сказал да если мы возьмем модель я хочу чтобы вы меня услышали то мы используем в настройках полей related name да то есть это считаете уже выборка то есть он четко будет понимать что и как выбирать то дальше просто мы берем используем само related mail related name и используем уже какой-то метод в данном случае там выбрать все записи да но вопрос в том что уже он четко будет знать откуда и что выбирать то есть ничего не будет перепутано и это большое благо то есть запишите себе разобраться что такое related name и начать его использовать по другому вы не научитесь потому что есть совершенно разные подходы есть разные подходы без related name с related name например без related name если мы берем некие выборки да это если мы берем тоже джанга хотя related name на самом деле если копнуть глубже и мы зайдем на доки джанга да и возьмем керусет метод да то есть все выборки он поддерживает и все эти выборки да то есть через двойные подчеркивания есть это все в школе так вот так вот я еще глубже вас вот немножко направлю но вот обратите внимание допустим вот здесь да запись такая вот да модули курсы овнер да на самом деле если мы это без related name да если мы если мы посмотрим то на самом деле и модули модули да дальше курсы курсы да далее у нас что там шло модули курсы овнер равно request присвоить значение request user да и обновить по таблице order да order field ну это уже я думаю сейчас не стоит сюда влазить потому что это уже будет сложновато просто я хотел сказать что сейчас хочу просто чтоб вы поняли что все намного сложнее в джанго да что сейчас вам с этого видео надо вынести следующее итак это я не полезу в эту глупь сейчас сначала разберитесь что такое related name это самое простое и начинайте с ним работать примеров в интернете много потом вы поймете что есть типы контента вот мы буду в джанго 2 я их рассматривать то есть по сути дела грубо говоря что такое типы контента типа контента это фреймворк который используют в основном только опытные разработчики это чуть дальше опять же не воспринимайте это занятие это просто направление вам еще раз сейчас вот остановлюсь вам с данного урока надо разобраться ага я понял сейчас мне надо разобраться что такое первичный ключ что такое айди как выборку делать по айди и как принимать related name что я буду дальше говорить это просто я вас направлю что джанго намного сложнее да и допустим вот смотрите джанго намного сложнее то есть по сути дела мы видим в каждой версии джанго мы стали апс такая вещь как джанго контрип контент тайпс да то есть типы контента на самом деле все довольно просто каждая модель когда мы используем типы контента каждая модель только маленькими буквами записывается грубо говоря с типами контента будем разбираться это отдельное занятие но я просто хочу вам сказать что допустим модель хом записывается да действительно как модель хом только маленькими буквами да и зачем нужны типы контента а чтоб уже творить действительно поистине чудеса по сути дела когда у нас типы контента в себе вот типы контента формируют все модели то есть он запомнил все модели и все поля понятно что с данного момента когда в одном месте а именно в этом фреймворке в джанго собраны все модели то мы можем уже их как хотим переплетать и вот здесь мы опять возвращаемся к money to money я не зря сказал Михаилу потому что он только начинает с этим разбираться так вот вот смотрите ребят такая ситуация ну я увидел что он там по машинам нарисовал да все ну а теперь представьте тот пример да я сначала прочитаю потом нарисую значит если мы возьмем его запись то мы увидим он просто делал выборку да это первый шаг к пониманию многие ко многим но не всегда а применяется просто я хочу михаил направить ваше внимание что вам надо именно дальше действовать в этом направлении ну представьте участие принимает больше вещей например есть автомобили мазда есть жигули и в том и в другом нужно заменить колодки ну а к колодкам там надо прокачать грубо говоря нужна тормозуха да по сути дела мы не можем создать вот смотрите нам трудно создать две всего модели да и указать где то тормозуху в данном случае мы выходим за рамки да мы создаем некую третью модель просто чтобы понимали что продолжение то money to money есть мы третью модель вот это у нас здесь автомобиль жигули и мы можем модели там написать марка там ну что хотим двигатель год а даже не будет так верно ну ладно уже не буду я выдумал что-то другое а вот это у нас вас по сути дела мы можем создать третью модель где выбирать дот-4 по сути дела и там и там для тормозной системы нужен дот-4 да мы можем выбирать хотя на самом деле было сложнее тут бы выбирали тут бы создали многие к одному то есть грубо говоря говоря выбирали марки машин здесь выбирали в другой мама модели типа обслуживания а третью при помощи многие ко многим связали с этими двумя понимаете о чем я говорю то есть чему вы должны потом двигаться да здесь жигули здесь т.о. да т.о. и здесь можно в таблице расписать там т.о. 1 т.о. 2 т.о. 3 дальше она расписывается а вот эту таблицу многие ко многим то есть грубо говоря дот-4 может иметь и жигулям и применяться допустим конкретно там в т.о. ну я не вдумываюсь может что я говорю но вы мысль уловили то есть я к чему это говорю я это к тому говорю что money to money намного дальше идет продолжение но опять же ребят опять же это только первый этап потому что не зря я для вас упомянул контент types да то есть типы контента по сути дела грамотно эту задачу можно было пришить с типами контента да там тоже были и поля money to money но по сути дела мы бы напрямую общались с моделями это второй метод третий метод как я здесь указывал ну уже не полезу действительно хотел не улезть это уже мне просто сложно будет сейчас объяснить это на подробно в общем делаем вывод видео писал не как урок а как просто небольшое наставление и делаем с этого вывод вывод следующий в школе очень много записей то есть когда человек выполняет домашние задания я вижу что человек делает в принципе постоянно но постоянно я вижу его записи одно дело второе третье я стараюсь подсказать подсказать я стараюсь контексте то есть я вижу вот допустим данном случае money to money и я просто сказал на что обратить внимание и так в разных ситуациях все по-разному но смысл один я заметил уже последнее время что ребята начали копать то есть допустим когда я говорил что надо разобраться там настройках полей вижу все разобрались и вижу проблем с этим нету то есть все о чем понимаю да как раз я вам дам ссылку на видео где я рассказывал про те же настройки полей недавно его писал по-моему там про сачева было сергея сейчас секунду но youtube бывает такое у него сейчас я старая ссылка у меня сейчас секунду о глюки бывает 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 а берем на вооружение правильное изучение по моему да вот это видео дам то есть как изучать джанго почему нельзя оставлять на произвол ничего я ссылку на это видео дам вот именно это берем на вооружение да то есть то взять на вооружение как как вот какой метод он правильный да и правильный на практике потому что я вижу что есть люди которые пишут на двух языках буквально еще года не прошло так вот первое я показал свою позицию что я подсказываю это раз второе вижу что понятно что если вы новичок сейчас смотрите видео не переживайте вы будете изучать python самого нуля джанго уроки с нуля но в конце концов вы придете к определенному уже пониманию и конечно же всегда вас направят направят и сейчас вам надо запомнить вот для тех ребят даже для школы которые пришли там к money to money да и я вам видео объяснил что это только опять же начало поэтому сейчас на данном этапе не откладывайте а первое а разбираемся первичный ключ понимаем разницу между первичным ключом и айди разбираемся с айди вторая функция дофига в интернете начинаем делать выборку по айди у вас есть сразу палочка выручалочка любую запись можно вынить по айди да далее вот на этом этапе обязательно прочитайте опять же примеров много я рассказывал школе related name начните применять просто вам надо понять разницу что у вас прямо в таблице забит менеджер хороший который выберет что надо и это надо начать делать вот эти три вещи сделали идите дальше я дальше подскажу теперь у меня все пока теперь для совсем новичков кто начал с этого видео не переживаем вы приходите когда в школу spb-tut.ru вы начинаете работать на spb-tut.ru если вы совсем новичок вы по значкам работаете допустим в python нулях делю дети шести лет понимают только если нет логина и пароля пока заходите гостям кстати на spb может зайти логин демо демо пароль демо и можете вот курсы нажать да или там изучаем язык программе python 3 от а до я нажали находим первые начало первого курса да начните с первых уроков вот тут вот тут все просмотрите потому что зачастую я переправляю на spb но вы промотайте и вы увидите что здесь есть установка знакомства один из уроков дальше такой строки то есть вы поймете что мое объяснение очень простое то есть пишут у меня все это точно это не секрет потом вы начнете изучать джанго не пугайтесь не пугайтесь то что я рассказывал для вас это станет простым конечно же уроки подробные вы пойдете самых простых азов сначала да научить делать модели но тем не менее ребята очень важно быть в школе в группе и получать информацию потому что каждый день я даю какие-то советы да сохраните вы их себе вы будете четко понимать в каком направлении когда двигаться я это себе то что надо чтоб не забыть сохраняю да но наделайте вы себя папок вот у меня есть python oop поэтому где типа python да там джанга блокчейн кстати с этим поняли начала работать школа блокчейн да блокчейн spb-tut.ru блокчейн надо прорабатывать и ни в коем случае нельзя оставлять почему блокчейн никуда не уйдет надо разбираться за два-три года смотрите разберетесь то есть вы не оставляете ни пайтоне джанга блокчейн мы будем работать начало с пайтон вам работая с блокчейна это практически чистый пайтон вы просто набьете себе руку на пайтоне еще глубже при этом специалисты блокчейн они сейчас и я думаю в будущем будет всегда дорогими это для вас на ближайшие 20 лет заработок поэтому стоит просто потихонечку развивать эту тему поняли да гробо говоря начинайте spb-tut.ru для вас немножко по-другому будет выглядеть получаете пожизненный доступ начинаете заниматься все шаг за шагом спасибо за доверие это было просто направление совершенно не урок потому что он так ну просто немножко рассказал то что написал михаилу наверно больше для ребят которые сейчас вот именно на этом промежутке до находится но смысл вы уловили что когда люди выполняют домашние задания они везде есть у нас есть довольно много обсуждений этих домашних заданий что-то я удалил то есть как видите довольно много обсуждений да то есть идет 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 где есть подсказки поэтому важно очень быть группе и сохранять себе вещи на будущее сейчас не надо создайте папку ага я буду изучать таблицы там туда туда-туда-то разложите важно чтобы вы понимали все спасибо за доверие ссылку на это видео все-то которую я говорил берем на вооружение метод которым я рассказал сам метод обязательно а там еще и по моему в нем я говорил еще об одном видео но но видно в описании да то есть посмотрите все получится программировать будете спасибо за доверие